Всех привет, друзья, с вами я, Ник, и сегодня мы поговорим на тему ЗОЖ. Почему ЗОЖ это плохо? Почему ЗОЖ тебя погубит? И почему ЗОЖ это то, что точно не должно быть в твоей жизни? Я приведу два примера, почему я считаю, что ЗОЖ это херово, и это не так хорошо, как думают все. Почему обществом так воспринимается, что это настолько отличная схема жизни, и что это как бы идеальная схема жизни, по которой все должны жить, и как бы что это суперполезно и классно. И почему я считаю, что ЗОЖ это полная хуйня, и что ЗОЖ ни к чему хорошему не приведет. Мы начинаем. Я думаю, что нужно начать с определения, что лично я считаю, что такое ЗОЖ. Я думаю, вы, в принципе, со мной согласитесь. ЗОЖ это здоровый образ жизни, где преобладает спорт, где преобладает правильное питание, где ты следишь за тем, как ты питаешься, за тем, как ты занимаешься спортом, за, в принципе, своим физическим состоянием, и ЗОЖ это в большинстве как раз таки про поддержание своей правильной физической формы. И именно не формы как физической, именно там, условно, чтобы у тебя были мышцы и там банки большие, а именно, чтобы у тебя было правильное питание, то есть все органы правильно функционировали, чтобы обмен веществ был налажен, что условно, как я представляю ЗОЖ, ты ложишься спать в 10 вечера, встаешь в 5 утра, делаешь токан воды, идешь на пробежку, после этого ты делаешь себе салат с помидорами, но без масла, потому что масло сильно плохо влияет на какой-то кишечный тракт. Дальше ты можешь съесть смузи из листа имбиря или там еще какой-нибудь зеленой хуйни, в общем-то. В принципе, вот это мое представление о ЗОЖе. Также насчет спорта, это не тот спорт, где, как, допустим, я хуярю железо, поднимаешь веса и, ну, то есть, условно, занимаешься в кайф, а это так, где ты выходишь на разминку, разминаешься полчаса, чтобы якобы не травмировать себя, потому что травма это самое плохое, что может быть. Потом ты занимаешься, но без веса. Ты можешь заниматься гимнастикой, можешь заниматься растяжкой, можешь заниматься йогой, ну, чем-то таким, то есть, весьма скучным, хотя йога нет, стоп, йога, я не хочу, чтобы вы думали, что йога это скучно, и лично я нормально отношусь к йоге. Вот, ну, то есть, это ЗОЖ, это не про то, чтобы, там, поднимать большие веса, делать жесткий присед, сжать жим лежа 100 килограмм и все такое, нет. ЗОЖ, это про то, чтобы умеренный спорт для поддержания жизнедеятельности твоего организма, но ни в коем случае не для прогресса мышечной массы. Вот, я думаю, что на этом мы закончим именно повествование, что такое ЗОЖ в моих глазах. Я думаю, многие из вас со мной согласятся, потому что, в принципе, ну, я думаю, что для всех это так. А сейчас мы перейдем к тому, почему я считаю, что ЗОЖ это полная хуйня. Пойдем. Так, как я и сказал, будет две догмы, почему это полная хуйня. Да, первая это такая, типа, второстепенная тема, и вторая догма это именно то, что я считаю прямо, ну, 100%. Первое, это то, что ЗОЖ это как такая небольшая, ну, сход ума, где ты помешан. Потому что, в любом случае, допустим, я, я расскажу на своем примере, я занимаюсь спортом, да, но я занимаюсь спортом так, чтобы мне было в кайф, то есть, я поднимаю хорошие весы, я поднимаю, то есть, у меня есть какой-то соревновательный вот этот эффект. Я ем, я не скажу, что я ем вредную еду, но я и не скажу, что я ем полезную еду. Я питаюсь нормально, я могу попить колу, я могу поесть чипсы, но у меня нет такого, что я ежедневно ем зелень, я ем перемолотую петрушку с, опять-таки, имбирем и всей этой хуйней. Нет, я могу пожрать мясо калорийно, могу бургеры, могу роллы. Ну, то есть, в целом, я живу как обычный человек, но просто я немного больше контролирую свое питание. Но у меня нет вот этой вот помешанности, как у ЗОЖ, потому что, как я лично вижу примеры людей, которые соблюдают ЗОЖ, это именно люди, которые помешаны на этом здоровом образе жизни. Которые не то, что это их просто образ жизни, и они занимаются другими вещами. Нет, именно в том и смысл, что они именно помешаны на этом, и поэтому вся их энергия и весь их поток всего, и мысли, и энергии, в принципе, и времени, что самое главное, направлен на вот это поддержание здорового образа жизни. И это основная проблема, потому что они все свои силы направляют на этот ЗОЖ. И для прогресса, для того, чтобы, допустим, зарабатывать деньги, какие-то что-то придумать, какие-то стартапы, читать там что-то интересное, что-то, опять-таки, девелопить, у них не остается времени, не остается сил, не остается желания. Потому что они все свое, все, что у них есть, они направляют на то, чтобы правильно поддерживать питание, чтобы все по граммам взвешивать, чтобы, не дай бог, там не съесть какую-то чипсинку, чтобы составлять себе правильные тренировки, там. Условно, они живут как спортсмены, да, потому что они следят за рационом, следят за тренировками, да, за своим образом жизни в целом. Но при этом они не достигают никаких феноменальных спортивных результатов, потому что для того, чтобы достигать феноменальных спортивных результатов, необходимо полностью отойти от ЗОЖа. Потому что вы понимаете, что всякие там Крис и Бамстеды, это люди, которые точно не про ЗОЖ. Они точно не про ЗОЖ. Люди, которые употребляют стероиды, люди, которые поднимают большие веса, это точно не про ЗОЖ. Это точно не здоровый образ жизни. Так вот в этом и разница, что эти люди, в принципе, они, что те, что те посвящают себе спорту и питанию, но просто те добиваются феноменальных высот, а эти, они просто соблюдают свою жизнь так. Но при этом они и не добиваются феноменальных высот в спорте, и при этом финансовое их положение примерно, ну, как минимум, я не буду говорить за всех, но тех, кого я знаю, это среднестатистические люди, ничего какого-нибудь феноменального у них нету в этом плане. К чему я веду? Люди, которые, ну, как бы ЗОЖники, они просто весь свой поток всего направляют на соблюдение этого ЗОЖа, и просто на другие сферы им не хватает. Они только занимаются своим ЗОЖом, и это большая проблема. Ну, то есть они могут только поддерживать свой образ жизни. А, допустим, ты, мой друг, который, там, питается вредно или что-то такое, ты не замечаешь этого, это просто твой образ жизни, ты на это не тратишь времени, ты на это не тратишь энергии и сил. Ты можешь свою энергию и силу направлять, там, на спорт, на учебу, на, не знаю, еще что-нибудь, да? Потому что то, как ты живешь, это, ну, как бы норма, ты на это не тратишь время, опять-таки. Ты тратишь время на какие-то другие сферы развития. Они же свою энергию тратят на вот это, на просто поддержание своего существования. И это, блядь, тупо, это тупо. Вот весь свой поток тратить на свое существование. Ну, сука, это бред, реально. Второе, я не хочу реально много останавливаться на этом пункте, я хочу уже на следующей перейти, я думаю, вы это поняли. Переходя ко второму пункту, я считаю, что это не менее важный пункт, возможно, даже в каком-то смысле более важный. Это такой более психологический и более ментальный пункт. Как вообще происходит, ЗОЖ? Ты меняешь свой образ жизни полностью с того, что ты, там, ешь хуйню, занимаешься, там, хуевым спортом на все правильно. И поэтому ты отрекаешь очень большой процент тех прелестей, которые у тебя были раньше в жизни. И там, условно, ты не можешь себе позволить попить колу, ты не можешь позволить себе, там, вкусно покушать гамбургер, допустим, не можешь себе позволить как-то насладиться чем-то. Ну, то есть, ты очень сильно себя ограничиваешь в наслаждениях и живешь по такому, как бы, по корочке, как нужно жить, как бы, как правильно жить. И, по моему мнению, очень большая проблема заключается именно в ограничении себя от этих прелестей. Почему? Сейчас объясню. Просто, когда ты ограничиваешь себя от вот этих прелестей, твой мозг, он на подсознании понимает, так, так вот же у меня есть там прелести, которые я могу использовать, но я их не использую. Окей, я понял. И на этом моменте у тебя в каком-то плане пропадает мотивация для развития. Потому что ты понимаешь, ну, окей, я разовьюсь, типа, а что дальше? Ничего же не будет. Потому что что? Потому что нормальная, как бы, как происходит тип мотивации, то есть я заработаю денег и я смогу себе купить машину и буду ей наслаждаться. Банально. А тут твой мозг понимает, так, ну, вот у меня есть блага, я ими не наслаждаюсь. Так, а зачем мне сейчас развиваться и добиваться каких-то высот? Допустим, покупать машину, я же ей тоже не буду добиваться. Я ведь ей тоже не буду наслаждаться, я сейчас не наслаждаюсь теми благами, которые у меня есть. Так а с чего я буду наслаждаться теми благами, которые у меня будут? Я думаю, вы поняли тему. Я думаю, вы поняли, про что я говорю. Если ты сейчас для мозга не наслаждаешься тем, что у тебя есть, у него не строится перспектива и мотивация для того, чтобы расти и развиваться. Все очень просто. Все очень просто, все работает на вот этом вот подсознательном уровне. И я вам говорю, что это реально так работает Ну, опять-таки, я не буду говорить за всех зожников, которые так живут Определенно есть исключения, сто процентов Но я буду говорить про вот само понимание зожа И я считаю, что это полная хуйня из-за лупа Потому что ты ограничиваешь себя во всех наслаждениях Ты ограничиваешь себя в кайфах от жизни И при этом ты не развиваешься Я согласен, есть ограничения, которые приносят тебе плюсы Там, допустим, реально каждый день не жрать чипсы Это принесет тебе плюсы Там, условно, как-то себя заебывать там, каким-то душами Или там, каким-то пробежками Это принесет тебе плюсы Но когда ты абсолютно абстрагируешься от всех наслаждений жизни То у тебя со временем может и вообще любовь к жизни пропасть Потому что ты ничем не наслаждаешься Ты лишь вот по этой протоптанной дороге По вот этой вот, блять, зожности идешь И ничего никак не получаешь в плане наслаждения И действительно от этого может развиться и депрессия И всякие проблемы Я думаю, что на этом стоит закончить мой ролик На этом все С вами был Ник Напишите в комментарии, что вы думаете Блять, скорая помощь сейчас проедет Я продолжу обязательно Похер она не проедет Обязательно напишите в комментарии, что вы думаете По поводу того, что я сегодня, в принципе, высказал Вы согласны со мной, не согласны Жду вас в комментариях Подискутируем Я отвечаю на все комментарии Поэтому жду вас там Всем хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!